Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Давно бы отсидел. В Новосибирске задержали вероятного убийцу пенсионерки из Иркутской области. Преступление было совершено 19 лет назад. И вновь стрельба в общественном месте. Есть раненые. Спортивного вида молодые люди гоняли по району парня, которого посчитали наркокурьером. Это фиаско. Сотрудники Токучинской колонии раскрыли коварный замысел сидельцам. Тот заказал с воли посылку с двойным дном. Теперь будет коротать время в ШИЗО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кровля здания обрушилась. В ходе тушения спасатели обнаружили тела 84-летней хозяйки жилища и ее 65-летнего родственника. Еще два человека успели выбежать на улицу, когда начался пожар. Предварительная причина случившегося неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет уже проводит проверку. К другим темам. Без сроков давности. В Новосибирске задержали местного жителя, который, по версии следствия, 19 лет назад расправился с пенсионеркой в Иркутской области. Фигуранта уже этапировали в соседний регион. Когда обвиняемому едва исполнилось 18, он залез в одну из квартир небольшого городка Черемхова. Хотел обчистить, но внезапно пришла хозяйка. Юноша безжалостно убил ее, задушил подушкой. Потом уже без спешки собрал ювелирные украшения и скрылся с места преступления. Все это время он прятался в нашем городе, пока сыщики не выяснили это. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, поскольку он уехал в город Новосибирск, где скрывался до настоящего времени. В марте текущего года следователями Следственного комитета при содействии сотрудников уголовного розыска Главного управления МВД России по Иркутской области местонахождение и личность фигуранта были установлены. Он доставлен из города Новосибирска в город Иркутск. Следователями, 37-летнему жителю Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом К, части 2, ст. 105 УК РФ. Это убийство с целью скрыть другое преступление. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ревнивую Татьяну Пытько, жительницу Куйбышевского района Новосибирской области, приговорили за нападение на несовершеннолетнюю родственницу. Она заподозрила жену брата в интимной связи со своим мужем. Правда, виндетта едва не закончилась кровавой расправой с дочкой якобы разлучницы. Все случилось прошлым летом в селе Кульча. Изрядно напившись, Пытько больше 10 раз ударила 15-летнюю девочку шилом в грудь. Потерпевшая выжила чудом. По решению суда, неадекватную женщину лишили свободы на 4 года. Правда, пока шло следствие, она родила ребенка, заработав тем самым 14-летнюю отсрочку от наказания. А в самом Новосибирске опять были слышны выстрелы. Инцидент произошел на улице Холодильной. Молодые люди спортивного вида гоняли по двору подозрительного парня. Автор видео предположил, что это был закладчик или наркозависимый, который в сугробе искал дозу. Товарищ оказался прытким, несмотря на явный перевес в силе сопротивлялся. Тогда и раздались выстрелы. Выбери, выбери, выбери! Что? По указному адресу были задержаны трое мужчин, которых доставили в отдел полиции для разбирательства. Один из участников инцидента получил ранение. На машине скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка обстоятельств происшедшего и местонахождение оружия устанавливается. И в продолжении темы в Саратове полицейские изъяли у наркокурьера-путешественника почти 10 килограммов мефедрона. Правоохранители выяснили, что драгдиллер успел соорудить 41 тайник с синтетикой в 7 регионах страны. По некоторым данным заглянул он и в Новосибирскую область. Подробности этого дела в сюжете пресс-службы саратовского главка МВД. Злоумышленник передвигался по регионам России и производил тайниковые закладки с партиями синтетических наркотиков. Для сохранности и конспирации курьер упаковывал содержимое закладок в цементную оболочку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК по городу Саратову на территории Гагаринского района была пресечена преступная деятельность межрегионального наркокурьера. При осмотре транспортного средства, на котором передвигался обвиняемый 1991 года рождения, полицейскими обнаружено и изъято около полутора килограммов наркотического средства «Мефедрон». После изучения содержимого ноутбука злоумышленника, полицейскими были установлены места расположения тайниковых закладок с «Мефедроном», которые гражданин произвел на территории семьи регионов. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 перемодийно Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена причастность обвиняемого к совершению 41 сбыта наркотических средств на территории нескольких регионов Российской Федерации. Все произведенные курьером тайниковой закладки с «Мефедроном» общей массой более 8 килограммов были обнаружены и изъяты. В настоящее время межрегиональному наркокурьеру предъявлено обвинение в совершении 42 эпизодов незаконной деятельности. Мужчине избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Это фиаско. В одной из колоний Новосибирской области пытались передать продуктовый набор особого назначения. В меде были спрятаны 4 сотовых телефона и зарядка с гарнитурой. Однако сотрудники отдела безопасности исправительного учреждения номер 14, это в Тагучине, без особого труда раскрыли коварный план. Во время досмотра посылки они обнаружили в банке двойное дно. Чтобы гаджеты не испортились, их замотали пищевой пленкой. Запрещенные предметы изъяли. Хозяина передачки привлекли по административной статье. А вот сидельца, который заказал с воли смартфоны, закрыли в штрафном изоляторе. Разбил витрину и попытался похитить мобильные телефоны. В Зельцовском районе Новосибирска задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Злоумышленник зашел в салон связи на Красном проспекте, но сотрудник магазина помешал его преступному плану. Он удерживал налетчика до приезда полиции. Прибывшие правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний бездомный, ранее судимый за аналогичные преступления. На время следствия фигуранта взяли под стражу. Теперь ему светит новый срок. А в Ленинском районе Новосибирска неизвестные вскрыли несколько офисов. Некоторые сейфы злоумышленники взломали, забрав из них наличку. Другие унесли с собой. Ограбили меня, пацаны. Последствия взлома снял на видео один из местных арендаторов. В административное здание на Немировича Данченко, 167, воры пришли накануне ночью. С помощью отмычек проникли в несколько офисов и опустошили сейфы. Пострадали больше 10 коммерсантов. Орудовали злоумышленники на третьем и восьмом этажах. Любопытно, что проникали они только в помещение, где были именно сейфы. Не остановило налетчиков даже то, что в здании располагается управление СК на транспорте. Ну, замка нету. Вон оно, окно открытое. Ну, окно, кстати, очень высоко. Скорее всего, они выходили здесь. Вот окошечко открытое. Сотрудники офисов предположили, что налетчики зашли в здание через основной вход, дождались, пока люди уйдут домой и взялись за дело. Ретировались с награбленным воры по старой заброшенной лестнице. Прибывшие на место правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, сняли отпечатки с офисной мебели и опустошенных сейфов. Откатали пальчики и у некоторых сотрудников. Субтитры создавал DimaTorzok